Вот наше богатство, наше хозяйство. Козы на самом деле богатство Людмилы Калининой. Чтобы организовать ферму, год назад она продала свой цветочный бизнес. Розарий на 2000 корней. Теперь выращивает и лелеет вместо роз коз. Это козлик, а вот это моя доча. Вот это Лола. Вот это Лола. Слушайте, она ласковая, да? Ты моя хорошая. Вот так вот. Здравствуй. Ну разве не чудо? Это чудо, конечно. Денег от продажи розария хватало лишь на пару-тройку голов. Породистая молочная коза стоит от 10 до 15 тысяч рублей. Тогда Людмила оформила документы, попала в программу «Бизнес-старт» и получила 360 тысяч рублей. На эти деньги докупили еще два десятка коз, оборудование, доильный аппарат и стерилизатор. Построили стайку и сеновал. Здесь дается сено. Они вот так стоят все и едят. А вот там они лазят по горочкам. Видите, там настроены эти палати. Да, да. Прыг-скок, прыг-скок, туда играют, бегают. Козами, уверяет хозяйка, заниматься приятнее, чем розами. На козу не нападает тля, в сибирские морозы она не замерзает. А главное преимущество – козье молоко – целебный продукт. У нас бронхит четыре раза в год. Болеем. И вот стал пить молочко, не стали кашлять. А в городе Северских ездим торговать, там женщина, аллергичный ребенок у нее. И он стал пить молочко, и все прошло, все коросточки, все прошло. Ну все, девочки, мальчики, уже обнаглели. Идите отсюда. Козий бизнес прибыльный, хвалится Людмила. Литр молока бокчарские фермеры продают в Томске и Северске по 100 рублей. Дойных коз у Людмилы 20. Каждый в среднем дает по 3-4 литра молока в сутки. При хороших надоях можно получить чистые прибыли в месяц до 120 тысяч рублей. Молодец, он уже с первого дня, как привезли, он сразу доить. Выбрал себе козу. Умеет доить коз не только младший сын, но и вся семья Людмилы. Муж, мама и свекровь. А когда стадо увеличилось, пришлось нанять людей. Сейчас три человека официально трудоустроенные на ферме. Алексей Сметанин, можно сказать, управляющий. Ухаживает, кормит и пасет стадо. Ежедневно по два часа. Едят козы, листья и молодую траву. Ужасно умная. Они же не идут, куда попало. Они домой перед тебя идут. В феврале фермеры ждут увеличения поголовья. Тогда понадобится цех по переработке рядом с фермой. Но на это пока денег нет. Нам 300 тысяч бы дали, мы бы к зимнику уже кафе заработали. И цех будет. Мы за 5 километров будем молоко стерилизовать. У нас есть оборудование, нам некуда его поставить и не к чему его подключить. Чтобы провести линию, рассчитанную на напряжение 380 вольт, электроснабжающая компания запросила более 150 тысяч рублей. Людмила и Сергей надеются, что районные власти помогут. Все остальное бахчарские фермеры обещают сделать сами. Как население жить? Тебе что земля дает возможность выжить, что скотина дает возможность? Только надо не лениться и все. И прикладывать ручки.